Лестница. Автор Япи Шу. Я сломал ногу. Ситуация сама по себе неприятная. Но представьте себе, что при этом лифт в вашем подъезде сломался, а вы живёте на шестом этаже. Я крепкий парень, и с нервами у меня всё в порядке, но когда ты с зафиксированной ногой вынужден на костылях прыгать по лестнице несколько этажей, дома меня ждали любимая жена и пёс по кличке Джек. Приятный стимул не давал впасть в уныние и выругаться так грязно, как к тому располагалась ситуация. Вполне обыденный звук в подъезде, поэтому я отдохнул и спокойно двинулся дальше. Я уже почти добрался до третьего этажа, когда почувствовал первую смотную тревогу. Шаги снизу звучали как-то странно. Они с одной стороны были очень шумными и шаркающими, как будто за мной поднимался тяжёлый и не очень здоровый человек, а с другой было в них что-то подозрительное и вкрадчивое, словно какое-то неуклюжее создание крадётся за мной. Я добрался до третьего этажа и вынужденно остановился, отдыхая. Шаги внизу тоже замерли. Уж лучше бы этот кто-то продолжил подниматься и обогнал меня. Но нет, он как вор, притаился и выжидал. Дошёл до своей квартиры? Нет. Я не слышал, чтобы открывали дверь где-то внизу. Можно было подумать, что незнакомец просто остановился покурить, но мои инстинкты кричали, что тишина внизу – это замирание зверя во время охоты, когда он не хочет спугнуть добычу. Игнорируя пульсирующую усталость в больной ноге, я двинулся дальше. Моя следующая цель – четвёртый этаж. К своему ужасу я услышал, что идущий за мной тоже оживился. Шарк, шарк. Теперь у меня не оставалось сомнений. Это за мной. Костыль-гулка стучит по бетонным ступеням, а мне хочется стать бесшумным, как мышь. Превозмогая боль в ноге, я поднимаюсь быстрее, чем рассчитывал, но и шаги внизу не отстают. Моё сердце защемило, когда я услышал глухой лай где-то сверху. Джек всегда чувствовал моё приближение и приветствовал заранее. Вот я на четвёртом этаже. Ногу нестерпимо ломит, но пугающее шарканье снизу заставляет меня идти дальше. Нет, я не буду отдыхать, даже если мне потом отнимут эту конечность. Пот струится по моему лицу, но я устремляюсь на пятый этаж. Мне кажется, что шарканье снизу участилось. То есть он ускорился? Я уже не замечаю боль. Теперь главное не упасть. Почти добравшись до пятого этажа, я решаю взглянуть вниз, в лестничный пролёт. Я увидел только руку. Она цеплялась за перила конвульсивной хваткой. В этой руке не было ничего человеческого. Мертвенно-синяя конечность с нереально длинными пальцами и острыми когтями в двух метрах от меня. Я взобрался на пятый этаж. Чувствуя, что всё это бесполезно, я вдруг услышал звук. Кто-то открыл дверь этажом ниже, прямо там, где сейчас было чудовище. Шарканье утихло и сменилось звуком борьбы. Не было криков, только сдавленный хрип и глухие удары. Я понял, что монстр отвлёкся на кого-то другого, и у меня появился шанс. Мой пёс этажом выше заходился отчаянным лаем. Я добрался до своей квартиры. Жена, встревоженная истеричным лаем Джека, уже открыла дверь, и я ввалился домой, требую, чтобы немедленно заперли за мной дверь. На следующее утро приехала полиция. Соседка этажом ниже погибла. Пока не ясно, то ли от рук человека, то ли её загрыз. Дикий зверь. Идеальная пара. Автор Япи Шо. Я перечитал сообщение от своей девушки. Если в первый раз оно вызвало смутную тревогу, то, вникая внимательнее, я почувствовал мороз по коже. Что-то не так. Я довольно ветреный человек. Влюбчивый, но непостоянный. Идея семьи моячит размытым образом где-то на периферии моих интересов. Вроде бы и не принципиальный одиночка, но и не женился к 35 годам. Тем не менее, мне казалось, что с каждым прожитым годом я всё ближе к женитьбе. Ведь каждая моя новая девушка была лучше предыдущей. Я не понимал, как так получается, но выбрав новую пассию, я изумлялся. Она будто учитывала промахи предыдущей возлюбленной. Так было с самого начала. Первые серьёзные отношения у меня завязались с Дашей. Она была моим идеалом женской привлекательности. Трогательные синие глаза в сочетании с аппетитной фигурой и ногами от ушей. Я тогда был студентом-первокурсником и даже не надеялся на ответ на интерес прекрасной незнакомки в кафе. Но она ответила, и у нас завязался роман. Правда, он быстро закончился. Примерно через два месяца я уже скучал в обществе красивой, но глуповатой девушки. И книг она не читает, и новости не смотрит, да и вкусы мои немного поменялись. Мне уже казалось, что Даше не мешало бы малость похудеть. Как только я расстался с Дашей, в моей жизни тут же возникла Лена. Сама подошла ко мне знакомиться на какой-то студенческой вечеринке. Талия у неё была как у осы. В стройном теле обнаружилась также и любознательность. Она с удовольствием читала моих любимых авторов и следила за политической обстановкой. Через год я почувствовал тягостную пустоту и бросил её. Лене не хватало какой-то изюминки, чтобы покорить меня окончательно. Некой чертовщинки. Харизмы. Следом появилась начинающая актриса Таня, в которой этого было с избытком. Таня задержалась в моей жизни дольше, но я устал от её экспрессии. Сменившая Таню Вика умела быть спокойной и уравновешенной, когда я был не настроен на театральные страсти. После Вики была Катя, а потом Аня. И вот, наконец, я встретил Настю. Она была идеальна во всех отношениях, будто её создали специально по моему рецепту. Красивые черты лица. Синие глаза. Мне всю жизнь такие нравились. Стройная, невысокая. Любит ту же музыку, фильмы и ту же кухню, что и я. В миру импульсивная, неглупая, заботливая. Словно все мои запросы были учтены в одной женщине. Я серьёзно задумался над тем, чтобы сделать ей предложение. А почему нет? Мне 35, и большинство моих друзей уже обзавелись семьями. Настя же казалась лучшей претенденткой на роль моей жены. Кажется, я даже любил её. Решение это далось мне не сразу. Признаюсь, я довольно долго тянул. Настя не давила на меня, но я чувствовал, что она уже устала ждать. Причём раздражение её росло. Мы даже поссорились. По какому-то мелкому надуманному поводу, но я понимал, что на самом деле её беспокоит. Наконец, я купил для неё кольцо. Сразу после нашей ссоры. Я вертел коробочку в руках, сидя у себя на кухне. Думал, что вручу его своей девушке, попрошу стать моей женой, а она согласится, и это первая наша размолвка станет последней. От размышлений меня отвлёк телефон. От Насти пришло сообщение. Как мне это надоело. Я годами делаю всё, чтобы тебе нравится, но этого всё равно не хватает. Чего ещё ты хочешь? Я сразу как-то напрягся. Что-то подобное говорили мои бывшие, и мне стало неприятно от странного ощущения, словно все они мне сейчас написали. Я перечитал сообщение, и неясный страх охватил меня от одного слова «годами». Мы с Настей вместе пару лет. Вернее, в следующем месяце будет два года. Разве уместно про такой срок говорить «я годами делаю»? Я взял коробочку с кольцом, сел в машину и поехал к ней. Не знаю, что двигало мной сильнее. Желание сделать сюрприз, им помириться или нагрянуть без предупреждения и уличить её. В чём? Я сам пока не понимал. У меня были ключи от её квартиры. Я даже не знал точно, дома ли она, когда осторожно, как вор открывал дверь. По шуму воды из ванной я понял, что она дома и принимает душ. Она не подозревала о моём приходе. Я решил пока расположиться в спальне и подождать её там. Приоткрытый ящик стола сразу привлёк моё внимание. Наверное, какой-то тайник секретами, о чём намекал торчащий ключ. Но ведь Настя не предполагала, что кто-то придёт и небрежно оставила его незапертым. В другой раз я бы так не сделал. Но это странное сообщение и смутное, дурное предчувствие заставили меня поступить некрасиво. А я залез в ящик и выудил оттуда какую-то папку. Первый же файл заставил мой лоб покрыться испариной. Там был лист формата А4, испещрённый сумбурными записями, и старое фото. Записи были неразборчивыми, но кое-что я прочитал. Например, собственное имя, обведённое чернилами в жирное сердечко. А ещё что-то вроде «Мой». Всё равно будет моим. Любит длинноногих, синие глаза. Фото же было мне знакомо. Наш класс, пятый Б. Моя детская физиономия обведена теми же чернилами и соединена линией с одной девочкой. Моей одноклассницей, о существовании которой я уже давно забыл. Серая мышка, тихонько и дурнушка Света. Дрожащими руками я открыл следующий файл. Это было ещё ужасней. Там было про Дашу, мою первую любовь. Света равно Даша. Вот как было заглавлен новый листок. Дальше шёл список качеств, которые я считал когда-то привлекательными. Внизу был рисунок, что-то вроде выкройки идеальной женщины. Я листал дальше. Следующий проект под названием «Лена» был расписан уже на два листа. В него входили и схематичная модель точёного стройного тела, и список обязательной к прочтению литературы. Все мои девушки были здесь. Расчётливые и циничные их личности были вписаны в несколько листов крупным корявым почерком. А перед глазами у меня всё отчётливее выступал образ забытой одноклассницы Светы. Странная Света. Вот как её называли. Молчаливая, угрюмая. Никто с ней не общался. Считали, что она немного ненормальная. Я и сам так считал. Иногда ловил на себе её взгляд и отворачивался. Она определённо положила на меня глаз, когда мы учились в школе. Мог ли я подумать? Света равно Даша. А ещё она же Лена, она же Таня, Вика, Катя, Настя. Похоже, что всю жизнь я имел дело с одной единственной женщиной в разных обличьях. Но как такое возможно? Непослушными пальцами я нашарил в ящике стола ещё какие-то предметы. Склянка с бирюзовой жидкостью. Так похоже на любимый мной оттенок женских глаз. Ещё какие-то баночки с красящими веществами. Я открыл одну и поморщился. Запах был едким. Там были и разные острые инструменты, какими работают с глиной. Я боялся представить, зачем всё это нужно Насте. То есть... Светя? Шум воды затих. Я замер, когда услышал, как дверь в ванную открылась, и моя девушка прошлёпала мокрыми босыми ногами куда-то на кухню. Она что-то напевала, не подозревая о моём присутствии. Прогремела посудой, задержалась немного и пошла в спальню. Я втянул голову в плечи, когда дверь за моей спиной открылась. Я ожидал чего угодно, когда оборачивался, но всё равно оказался не готов. В проёме двери стояло существо из фильма ужасов. У него не было лица. Белоснежный, махровый халат и полотенца вокруг головы почти сливались с такой же светлой кожей. Ни глаз, ни рта, словно это кукольная заготовка, которой ещё только предстоит стать подобием человека. «Что ты тут делаешь?» испуганно спросила существо, и то место, где должен быть рот, странно задвигалось, напоминая сырую глину. И я в ужасе заорал, а существо всплеснуло руками и кинулось к своему секретному ящику. Я отскочил, слушая, как оно причитает. «Зачем полез, куда не просит? Почему не предупредил, что приедешь? Ой, я не накрасилась. Ну чего ты так смотришь на меня?» Женщина без лица в отчаянии заломила руки и вперила в меня белое подобие глаз, без зрачков. «Ну да, это я. Ну дай мне пять минут, и я буду такой, какой хочешь». Я попятился к выходу, а она двинулась ко мне, прося и плача. «Не уходи, я все объясню, но ведь для тебя же старалась, брала только те черты, которые тебе нравятся, и красила, и резала». Я выбежал в коридор, судорожно дергая входную дверь, а моя несостоявшаяся невеста уже истерично и залобно орала. «Ну и что ж ты не человек, зато я как глина, какой захочешь, такой и буду, где ты еще такую найдешь». И я выбежал в подъезд, а она все еще кричала мне вслед, «Не уходи, дурак, я лучше всех тебя знаю с самого детства, мы идеальная пара». Я сел в машину и рванул с места, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Коробочка с кольцом осталась на том столе у Насти, то есть цвета. И как я теперь разберусь, что следующая моя девушка это не она. Ссылка на источник в описании. Хейо, всем привет от Некрофоса. Настало время передать привет всем нашим зрителям и преданным подписчикам с самого старта и тем, кто в гостях нашего канала впервые. В первую очередь, спасибо огромное за вашу подписку и комментарии под видео, потому что это помогает нам расти намного быстрее и с удовольствием готовит для вас еще больше интересных историй работать над новыми форматами видео. Каждый ваш комментарий дает понять Ютубу, что наши истории нужно показать еще большему количеству зрителей и тогда наша с вами большая команда растет намного быстрее. Совсем скоро мы начнем радовать вас не только историями, но и добавим разнообразие выпуски, а возможно и озвучим вместе с тобой историю, кто знает. Да-да, с тобой. Кстати об этом. Вы часто нам пишите в комментариях, «Почему так мало подписчиков для такого атмосферного канала?» Или «Бро, где твоя золотая кнопка?» «Да у вас должно быть сто тысяч на канале, не меньше!» Мне и всей нашей команде это приятно слышать, но хотелось бы, чтобы вы вспомнили одну важную вещь. Все вы, кто уже узнал о нас и остался с нами, все вы и есть наша мощная армия, от которой зависит, как долго наш с вами уютный канал будет расти. Помните об этом, и если вам понравилось здесь, с нами, пишите комментарии под роликами, репостите лучшие истории себе в соцсети, предлагайте другим каналам озвучить вместе с Некрофосом историю. И от этих маленьких действий произойдет большое дело. Потому что, если каждый из вас окажет такую небольшую и простую поддержку хорошему и качественному каналу, это будет уже победой. И обязательно сделает нас с вами сильнее и готовыми браться за более грандиозные проекты. И потому радовать вас не только историями здесь, а общаться намного ближе и разнообразнее. Так что помните о своей силе, о силе каждого небольшого и простого действия. И если вам с нами уютно, действуйте. А я и наша команда в долгу не останемся. Спасибо, что дослушал до конца. Жму руку и скоро услышимся. Кстати, у нас для вас шикарные новости. Мы открыли второй канал специально для тех, кто любит истории подлиннее. Ну и не только. Хоррор-квесты, крипи-баттлы, конкурсы и розыгрыш билетов, в тайное сообщество Варгарта для первой тысячи подписчиков. Так что скорее переходи по ссылке в закрепленном комментарии. И добро пожаловать в твой город ужаса Варгард. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok